здравствуйте кушали очень рада видеть вас сегодня у нас гостях буквально недавно вы были в турции вновь вы часто гость в турции они вас любят там они вас обожают даже можно сказать и часто приглашают к себе на различные мероприятия в этот раз был сабантой но я знаю что до самого праздника в анкаре открылась ваша персональная выставка расскажите как все прошло здравствуйте велико все прошло потому что они мне год назад позвонили хотим устроить вашу выставку потому что в том году тоже было но тогда им намекну что не таком месте она была все-таки выставка требует себе как бы внимания чтобы люди были вокруг они в каком-то другом месте сделали поэтому решили как бы взять такой решительный баланс сказали что устроим как надо и действительно вечером когда должна была быть вот это все сначала вот открыли мою выставку был губернатор у них вот губернатор именно анкары столицы да как бы есть один большой и вокруг еще есть какие-то небольшие как бы в этом же городе и у них тоже типа таких же меров есть вот они вот так как бы приезжают бывает но тетрадь к моему удивлению он сам был как раз когда проходил еще там я тоже с гордостью могу сообщить имеют двое двое своих учеников две девушки одна именно ногайская турчанка когда там живет работает рисует я ему постоянно каждый раз когда езжу подсказываю здесь по телефону общаемся видео еще вот в этом году появилась еще однако они сканглов когда-то уехали наши до семьей вот одна девочка касса пишите именно волочные как бы вещи но не волок а красками поэтому они тоже по две-три работы рядом поставили я говорю я сначала о них рассказал я говорю всем обращаясь даже к меру города но помогите это выложим наши как бы талантливые люди и потом я одной говорю ян панан они на панагайской говорят четко даже не употребляю ни одних русских слов мы иногда можем русские надо употребить где-то да поэтому я говорю я представлю тебя как именно здесь который живешь здесь родилась ты но рисуешь и так как я тебе на панагайском буду а ты переведи я могу на турецком говорить но это не то будет и она вот я говорил она переводила пока обошли все мои работы вот они как бы толпой были я как раз взял же туда попросил они сделали билеты моего сына к шамбета им город смотри сфотка и видео снимаем он постарался как-то сделать много но может быть большой объем но только как они сняли они хотят часу ролик сделать и прислать поэтому даже многие подходили интересовались а эти работы можно здесь турцию установить и даже меру сказал когда она наша доработка что-то указал говорит вот хороший конные статуи я говорю вот это можно здесь спокойно поставить и и как раз нашу общество там на газе пермит называет да он тоже говорит ему на турецком же вот он скульптор именно мирового значения было бы хорошо здесь анкаре каком-то месте установить он закривал головой как бы да ну может быть потом это отзовется где-нибудь но мне интересно было что люди не уходили пока концерт даже вот потом начался да вот мир там тоже выступил а я стоял около работы постоянно подходили тем более дуэту они же перевели название мы как бы переписывались и общаясь по телефону на турецкий язык что люди могли название прочитать мою фамилию и кстати там они всегда вот меня как бы постоянно не заслужен художник черкесии или дагестана а именно доктор-профессор вот вот такие у них есть это франции вы меня назвали так как именно вот мое звание академия академии козыск-казахстана это мировое как бы значение имеет и даже в том году когда мы были большой мероприятия было передние сиденье в большом зале были как-то свободные и весели нам там какие-то бумаги и случайному с кем я поехал певец он сел потом она обернулся кушали оказывается твое место оказывается я пихнем ранга депутатов даже президента других с таким званием я имею право сидеть передных рядах как как такие уважаемые сильными такими своими званиями поэтому я тоже горжусь этим потому что когда принимаю даже один турок который назвал он говорит таких званий даже турции мало говорит потому что эти чтобы добиться играть надо много вот и вот еще вот значит флага хотел показать этот 1990 году мы своим духовным учителем с рожденным ботовым когда было дагестане когда я жил 600 лет эпосу эдге и тогда мы должны были я должен памятник сделать там какие-то эмблемы какие-то другие остановки отдела нужен массово работы это сделал хотя вроде бы год назад только окончил не было как экзамен что ли как я учился как я показываю поэтому мы тогда я первый я лепил помню мой учитель сидел рядом давай так сделаем давай так сделаем потому что символ это не только ногайская опитюрская на счетах на копья на везде ставили именно голову волка и на знаменах именно фигуру волка но не такой интерпретации само собой даже вот уникальный случай когда я был после казахстане в пятом году вот этот флаг казахстана помните орел солнце да тогда мне пригласил главный их на художник он говорит продаю мне игры столько волков горд нарисовал но такую не додумался я не знаю как то я спокойно как то не могу оттуда это же ногайский флаг это тогда девяносто когда я об этом никто не знал даже вот когда мы нарисовали уже на праздник и был по флагам да люди как-то не знаю вот в 90-х еще не говоря там в 80-х история только открывалась и тогда я помню наша одна поэтесса поехала турцию и там еще наши ногайцы сразу его сделать флагом во всех везде журналах переписали на турецком именно вот так турклер нога и уже наши уже как бы вынуждены были не знаю как мы уже сейчас россии тоже не говорят там других местах европе везде вот этот флаг уже у них как символ кушали я знаю что в далеком 1985 году когда вы были еще студентом музей дагестана имени патимат гамзатова купил две ваши работы и вот совершенно недавно везде в сетях появился ролик с этими работами вы об этом вообще знаете ну это дагестанском музее культуры истории искусства именно патимат гамзатова это жена великого поэта росла гамзатова и она она имеет мировое значение там туда какие-то работы покупают какие-то работы берут это там у народа так далее да и тогда я помню вот это работа две работы я делал именно на первом курсе только начал лепил потому что после моих таких проб одежда которыми все договорились как я поступал как я учился как я преодолеваю все это да то есть опыт у меня был уже и учебные работы я на не как-то не смотрел да они были но как-то я был готов и вот я помимо учебных работ мы делали мы я всегда говорю это мой друг одессит мишарева он у них великий влиятельный художник и мы с ним как бы соперничали вот даже пять лет все и поэтому я всегда правы какие-то маленькие работы делать многие видели а учу-то маленькая работа идет потому что большую там ставить невозможно во первых учебную работу мы доставили на сессии разные да и я знаю у миши у меня всегда были маленькие камни или там гипса или какой-то материал какая-то скульптура то есть я тогда считал что это я не верю что преподаватели были плохие какие-то мы просто вынуждены были делать какие-то работы вне учебных требований поэтому наверное это сказалось на том что вы знаете да я не горжусь или не хвалю что я художник художник этот человек который придумывает сочиняет можно писать хорошо можно рисовать хорошо может липеть хорошо но вы выше микеланджело до винчи никогда не прыгнешь поэтому я всегда исхожу из своих источников то что я говорил о флаге о библине то есть из корней то есть орнамент народное искусство поэтому студентам детям я стараюсь давать именно народное копать в своем народе это истоки поэтому нельзя я малевич сделал черный квадрат когда когда этот квадрат во всех наших изделиях вот карачаевский знаю именно геометрические там есть квадратный треугольник то есть он сделал искусство на этом а мы как говорится смотрим поэтому тоже должна стараться это делать и поэтому музея когда вот появился он как я в этой работе выставил обжигали мне тогда в академии художеств знакомы были и на какой-то выставник купили я не знаю это да много выставлялся поэтому даже когда я стал сразу после окончания 90 членом союза художников ссср это было большое достижение потому что попасть тогда но невозможно было потом я там есть перевели именно россию как бы номер один когда уже был именно российская академия художеств поэтому они купили я помню даже я получил за эти работы очень большая сумма денег для меня студента и вообще который только поднимается почему это рассказывает именно для студентов для тех кто начал искусством не знаешь какая работа у тебя именно будет супер может вот эти работы две уже супер я уже все сделал не говорю что я сделаю этот флаг поэтому я хочу что все работали работали и работали а какая песня лучше бы дали какая работает уже история скажет вот моя история именно вот телевидение этот ролик как профессиональный художник как профессиональный скульптор хочу у вас спросить вот можно ли как-то сохранить ту самую классическую скульптуру ведь сейчас часто молодые скульпторы они обращаются к цифровому моделированию ну лучше переводить конечно в такие твердые материалы как бронза золото серебро но просто сохранять я же надо во всех флешках на всех этих чтобы было у меня вот масса я использую и как это момент они уходят я не знаю поэтому я стараюсь все какие у меня есть снимки да не говоря своей работы сохранить именно материалы пускай они материально будут но если например не останутся фотографии к примеру да их можно еще поснимать еще как говорится других видах видео допустим да поэтому постараться надо работы сохранять именно материально но не пластилин конечно кушали скажите а можно ли у скульптора сформировать пространственное мышление пространство могут моем понятии вот почему вот моя черно-белая графика это во первых силуэт должен быть красивый силуэт а то что в нем какие-то гравировки какие-то вещи да значимые которые миды он не будет если не будет вот это силуэт а потом если даже наблюдать больших городах больших странах большие скульптуры при въезде и все скульптуры нормально смотрится на шани станковые хоть их сделали 100 метров поэтому силует а силуэт у нас много у всех народов скажем короче чиркесии это орнамент любой орнамент то геометистово растительный только какой-то замор это силуэт поэтому в них надо находить именно то что вы хотите сделать своих работах если узнаете хороший орнамент или те же родовые знаки то перед вами золотая дорога поэтому надо изучать вот это а я почему многое знаю именно вот композициях да потому что я вначале когда именно вот начинал мне говорили ты ничего не знаешь композиции уезжай в баул я мог бы расплакаться пускай даже мальчик да кинут там глину или камеру разбит уехать у меня встал вопрос почему композиция поэтому я хотел бы что кто начинает они были любознательными всегда интересовались почему орнамент почему так изображен тогда у него будет дальше чувство композиции еще больше поэтому композиция что такое это постоянно работать не смотреть на какое-то место клочок где у тебя как мастерская может быть или как вместо или кухня которым ты должен что-то идет не искать этого ханю конечно я был счастлив все у меня было мастерская ему повесил себе работы поставил себе работу но если нету так нет что поделать но мастерская нужно именно тем кто приезжает туристом они могли вот как мастерская кушализа ромбета имеет такую-то уникальность пойдемте проведем экскурсию прекрасно же прекрасно это во первых значимость именно короче кейсии как культуры искусства то есть архивист дамбай а вдруг какая-то мастерская или другого художника у нас у всех народу из хороших художек но скажу попрямо их немного один-два у каждого народа тоже композитор много не бывает так просто окончится может много бывает но композицию не дается поэтому еще раз говорю изучайте свою историю свои корни именно народных того будьте теме о которым я говорю композиторами художниками и тем бы хотели быть даже певцами которые будут петь именно от души потому что у них есть вот здесь горни ну что ж я еще раз благодарю за вас за участие в нашей программе желаю вам дальнейших успехов спасибо что вы были гостем нашей программы и за ваше отношение к своей работе спасибо вам спасибо спасибо